В один не очень прекрасный день автолюбители, живущие в ЖК Видной, обнаружили в начале и конце одной из прилегающих к домам улиц знаки «Стоянка запрещена». Некоторые водители до сих пор по привычке паркуют свои машины, рискуя нарваться на штраф. Тем более, что рядом с ЖК расположено здание ГИБДД. И многие водители, едущие от Таблова, подъезжают к нему как раз по этой проезжей части. Машины транзитные, с огромной скоростью, проезжают мимо нас, которые едут в ГАИ и из ГАИ. Они абсолютно не наши. Сквозной проезд получился, широкая дорога, им ничего не мешает. Знака «жилая зона» нет, знака «ограничения скорости» нет, поэтому они здесь ездят как хотят. В начале того месяца, я сам видел, когда мы стояли, выбегает ребенок из подъезда, машина еле оттормозилась, потому что они тут летают на огромной скорости. Ждать подтверждения этих слов долго не пришлось. Во время беседы с местными жителями мимо нас проехал не один лихач. О, вот супер вообще! Это еще не быстро, это еще быстрее есть. Жители обращались со своими проблемами во многие инстанции, но получали порой довольно удивительные ответы и совершали свои маленькие, но не совсем приятные открытия. Согласно публичной кадастровой карте, вот эта дорога не является придомовой территорией. И установка дорожных знаков может тут быть любых. То есть, хоть вообще проход запрещен, проезд запрещен, установка запрещена, все что угодно. Вторая большая проблема жителей – парковка между жилым комплексом и Белокаменным шоссе. Казалось бы, живи да радуйся! Автолюбители какого-нибудь шестого микрорайона лопаются от зависти, но не все так просто. На этой стоянке паркуется не житель нашего ЖК, а непонятные люди, которые приезжают сюда, паркуются, некоторые здесь ночуют, также ходят в туалет. Вот прям рядышком все это из окна видно, не очень благоприятно. Ну и стоянка просто превратилась в какую-то помойку. То, что происходит на стоянке, видно невооруженным глазом. И этот беспорядок без труда можно остановить. Неравнодушные жители видят простое решение сразу всех существующих проблем. Хотелось бы. Главное первое – это шлагбаумы. Потому что при покупке квартиры застройщик позиционировал закрытую охраняемую территорию. Чего, в общем-то, вот я жду шесть лет. Второе – это, конечно, убрать знак «Остановка запрещена», а поставить знак «Жилая зона». Но пока усилия не увенчались успехом. Жители подготовили обращение в прокуратуру, приложив карту и подробное объяснение происходящего. ГИБДД, дорога, знак, знак, стоянка. И вот, ну, для того, чтобы прокуратура понимала, о чем речь. Потому что ЖК же он вот вытянул. Ну да. Неравнодушные граждане намерены идти, что называется, до конца. Ведь на кону. В том числе жизнь и здоровье их детей. Максим Козлов, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ.